Ежи Сарма защищает методичку атеиста от тиктокера христианина. Блять, не иронично Ежи будет троллить какого-то маленького школьника. С другой стороны, битва двух людей одинакового роста, как говорится. Утка, поехали. Разрушаю методичку атеистов. Пользу атеизм. Да, мне интересно, а кто пишет атеистам эти методички? То есть, может быть, есть какой-то центр, там, я не знаю, в Вашингтоне, в Лондоне, в Тель-Авиве, откуда? Ну, я думаю, Докинс. Ну, просто потому, что огромное количество атеистов пиздят аргументы у Докинза. Методичка атеистов в среднем, ну, такого научного шизо-атеиста, это просто бог как иллюзия Докинза. Все. Больше ничего и не надо. Куда атеистам пишут их методички? Потому что я как бы атеист, я не в курсе, откуда мне эти методички приходят. Хотелось бы очень разобраться. Не существует ни одного нормального аргумента. В пользу отсутствия бога не существует ни одного нормального аргумента. Все на что... Какого именно бога? А почему мы локально рассматривать должны какую-то конкретную теологическую концепцию, а не все теологические концепции в совокупности? То есть, почему нужно заниматься отрицанием именно христианского бога, а не там других всех остальных богов? То есть, можно просто сказать так, что у нас нету какого-то действующего аргумента, который позволяет нам хотя бы одного из них отвергнуть. Вот так вот, скажем. Что способны атеисты? Это глупые и невежественные копипасты из интернета. Ну, чё, конечно, жжёт. Я не проезжу. Может быть, да. Ну, опять-таки, 20-й век нам подарил новую категорию субъектов, глупых атеистов. В общем-то, раньше атеизм был более элитарной позицией, более интеллектуальной в веке. Так, в 19-м, особенно в 18-м. Ну да, но если кто-то делает позитивное утверждение, то на нём и бремя доказательства. То есть, если... Нет? Это шиза. Ну, Ежа, кстати, сейчас буквально повторяет из методички хуйню какую-то. Кто делает позитивное утверждение на том, собственно, и бремя доказательства. Я говорю, Ежи не натурал. Это не позитивное утверждение, это отрицательное утверждение. Поэтому Еже придётся оправдываться, что он натурал. Иначе он пиздобол. Или как это? Как это оно должно работать? Тут самое забавное, что утверждение... Утверждение очень часто легко переводится из своей позитивной формы в отрицательную форму. Я не знаю. Вот с Ежи с Арматом это легко получилось. Да, но есть просто такие вот дуалистические всякие штуки. Натурал и гей. Или ненатурал. Ненатурал равно гей получается. Да, ну или би, по крайней мере. Ну, вот как-то вот так вот. Ежи ненатурал. Время доказательства на Ежи, который утверждает, что он натурал. Давай, доказывай, блядь. Я хуй знает. Нет, пруфы нужны, абсолютные. Скажешь, что ебешь женщин, а я не видел. Покажешь, как ты ебешь женщин, а я скажу, что это женщины-бороды. Которых ты ебешь просто для того, чтобы казаться натуралом и снимаешь про это видео. И так далее, так далее, так далее. Время доказательства, блядь. Там. Если вы постулируете верность какой-то теологической концепции, то на вас и время доказательства. Потому что... Лоу. Иначе мы должны во всех богов тогда уверовать. Не, не должны. Как раз не должны. В этом как бы и фишка. Вообще во всех, какие есть. Не только во Иисуса. Второе. Если Бог есть, почему в мире есть зло? Потому что мы, люди, виноваты в этом зле. Ну, опять-таки, это объяснение через теологическую концепцию, которая заведомо принята за аксиома. К тому же, опять-таки, что значит зло, как бы, с точки зрения вопрошающего атеиста. То есть, какой концепции морали он придерживается, что он постулирует наличие зла в мире. То есть, тоже странная хуйня какая-то. Третье. Потому что, например, с точки зрения христиан можно... Да, это сильный аргумент. С точки зрения христиан можно сказать, что зло – это результат поврежденности, греховной поврежденности человека, а человечество из-за первородного греха. Так что тут все, в общем-то, достаточно просто, если мы с позиции христианского лора это рассматриваем. Другое дело, почему мы должны рассматривать это именно с позиции христианского лора, и почему мы должны придерживаться той или иной системы морали, в рамках которой зло рассматривается как... Мне кажется, тут есть небольшой нюанс. Когда мы касаемся христианства, зло там, зло и добро, любовь и все остальное, они рассматриваются не только как этические категории, но и как антологические. Если мы принимаем христианскую топику по тем или иным причинам, то и моральную христианскую топику мы принимаем автоматически, потому что она оттуда напрямую следует. Да, система морали христианства, она следует, и не просто следует из антологии, это часть антологии христианства, по сути. То есть в этом плане все оказывается несколько... сложнее, да? С другой стороны, да, почему мы должны принять антологию христианства? Вот, это хороший вопрос, по факту, да. Непонятно. С другой стороны, а почему мы должны принять антологию атеизма, например? Или саентизма, чистого натурализма, почему? Опять же, да? Давайте так. Вот вы говорите, мы атеисты, мы не утверждаем ничего, блядь, и так далее, и так далее, и так далее. Но вы же утверждаете натуралистическую модель. Вот у вас позитивный тезис получается. Мир натуралистичен, вот есть природа, там бога нету в этой натуралистическом мире по определению натуралистического мира. То есть буквально, вот одно утверждение, мир натуралистичен. Большинство научных атеистов придерживают этого убеждения. С другой стороны, бог есть. Два позитивных утверждения. Бремя доказательства почему-то на верующих. Окей, верующие могут сформулировать тоже так же этот вопрос. Они могут сказать, мир ненатуралистичен. То есть вот в этой паре, мир натуралистичен и мир ненатуралистичен, получается по логике бремени доказательства, вот которое Ежа сейчас озвучил, доказывать должен человек, который верит в натуралистичность этого мира. Как вам такое, блядь? Вот почему перебрасывание бременем доказательства является полной хуйней? Просто потому, что его можно обернуть против кого угодно, когда угодно. И тупые люди, в основном, они занимаются тем, что они перебрасываются бременем доказательства. Нет, ты должен доказывать. Нет, ты должен доказывать, блядь. Потому что они оба, наверное, обе стороны понимают, что не могут нихуя доказать. Это уже другой вопрос. Но почему-то каждый из сторон думает, что бремя доказательства лежит вот на той стороне. Это неправильно На мой взгляд, бремя доказательства на том, кто хочет собеседника переубедить Кстати, вот это имеет, вот Шинра, это имеет смысл То, что вы написали, это имеет смысл как раз, это правда Но дело не в утверждениях и не в отрицаниях Во-первых, утверждение и отрицание, это, ну, в принципе, очень такие, знаете, формы Утвердительные, так скажем Бог есть, бог нет, это две онтологические модели уже Их можно рассматривать в позитивном смысле Мир натуралистичен и ненатуралистичен, они тоже в каком смысле обе позитивны То есть они что-то утверждают Утверждают что-то об устройстве мира Но при этом, да, в одном случае утверждение, в другом случае отрицание И, к сожалению, это все можно просто обратно переворачивать как угодно Некое понятие с вполне определенными контурами Вот это скорее вопрос Теория эволюции никак не противоречит богу и христианству Ну, кстати Кстати, да, даже апостолы Кто его знает Нет, теория эволюции как раз противоречит богу и христианству Просто потому что она подразумевает, что Она происходила естественно В теории эволюции подразумевается, что это естественный процесс Поэтому противоречит Если бог где-то там когда-то и что-то запустил эволюцию Или наоборот как бы способствовал развитию этой эволюции Ну, это противоречит Если вы хотите сказать, что бог не противоречит просто каким-то изменениям, происходящим в природе Да, конечно, нет Но конкретно научным представлениям об этих изменениях он противоречит Да Так вот так точно есть Стало в эту, господи Не только католические деятели на эту тему высказывались Да, то есть не только католические лидеры Они высказались на тему того, что теория эволюции не противоречит Библии или там религии Но и патриарх Кирилл уже, в общем-то, сказал свое ветхое слово по этому поводу Другое дело, что, в принципе, в православии есть младоземельные креационисты В том числе, которые внутри, под лоном, как бы, в лоне РПЦМП находятся Им вот это вот как раз высказывание патриарха может не понравиться Вот Да Тот же самый Григорий Максимов или этот покойный священник Данилов Слушай и толка сам Твердая, но Библия же была написана человеком и не богом Да, Библия написана реальными историками Подождите, я забыл вывести это на экран С физическими личностями, а вы бы больше поверили, если бы книга просто спустилась с небес Не, ну Не, ну, с другой стороны, если бы она буквально спустилась с небес Это было бы, да, круто Не, если бы книга буквально спустилась с небес, да, это было бы круто На Гудгейме дневники вампира, три части Это было бы хорошее доказательство в пользу Ее истинности, именно с позиции религиозной метафизики или типа того Вот, но здесь, скорее, проблема в том, что Значительная часть мифологических сюжетов Библии, она прямо заимствована из шумерской мифологии, в общем-то Но в этом каких-то проблем нет Наоборот, наоборот, верующие скажут вам, что все хорошо Это просто шумеры Неправильно понимали те события, которые происходили Ну, например, когда шумеры про потоп пишут Христиане пишут про потоп Это просто может означать, что шумеры тоже застали потоп, например То есть, как минимум, шумерская мифология, она первична получается Если мы говорим про всякие сюжеты, про всемирный потоп И тому подобное Без пятая, ну библия Блин Было бы охуенно Было бы охуенно Если бы кто-то, знаете, полетел бы на Луну Киншизотерики И потом было бы снято, как они на Луне, знаете, какую-нибудь книгу поднимают Отряхивают, которую они заранее туда положили, условно, перед съемкой Чих-чих-чих-чих-чих-чих Потом несут на Землю, а там какой-то шизорелигиозный текст на Луне, прикиньте То есть, почему бы нам не молиться шумерским богам, как бы Исходя из этого Я же так много раз переписывалась и переводилась Нет, в Библии к тому мы имеем А почему именно к Библии должны апеллировать, я не очень понимаю Есть всякие другие тексты, вот Коран, например Там, не знаю, Веды какие-нибудь, Палийский канон Давайте их тоже рассмотрим, тоже религиозная литература Почему именно Библия это? Давайте рассмотрим другие всякие священные тексты Там, древние и мифологические какие-то Сюжеты рассмотрим, там, из Махабхараты Из пуранической литературы Там тоже все интересно, там тоже боги всякие летают по небу Сейчас не искажена и тщательно переведена Шестое, а, ну как же, большой взрыв Большой взрыв никак не противоречит богу и христиану Ну, а счет искажена, не искажена Вот иудеи, например, они Новый Завет не считают частью священного писания Там у этих самых, у свидетелей Еговы У них свой перевод священного писания Где там не распяли, а пристолбили и так далее Христианство даже наоборот подтверждает их Седьмое, в какого бога мне верить? Это даже... Почему именно христианство? Почему мы должны рассматривать именно локальную христианскую теологию А не всю совокупность религиозных В общем, в принципе, если вопрос ставится по Мотиву атеизм, не атеизм То можно ее вообще очень абстрактно смотреть Просто если речь идет о споре между атеистами и не атеистами Почему бы и нет? Почему бы и не создать такую анти-атеистическую условно-теологию Которую, которые могут апеллировать буквально все И мусульмане, и христиане, и так далее, и так далее, и так далее Это же... Это же... Это же... Это же... ...возных идей, которые человечество постулирует на всей своей истории Не аргумент, верить в бога, атеизма Дальше просто разбираться в писаниях, в религиях И понять, какое божественное откровение истинное Потому что они все равно говорятся права Противоречат друг другу Восьм... Ну, кстати, да, они действительно противоречат другу Значит, получается, что... Что-то одно истинное, а все остальное все равно ложь Да, правильно Ну, просто в дихотомии и атеизм-атеизм Мы должны решить, какая из этих дихотомий Она правдивее хотя бы, да? Хотя бы для нас Ну, все Так вот оно и работает Ну, и да, кстати, многие аргументы внутри Сопротивления атеизма-атеизма Они просто, ну... Эдхоки для определенного спора Ложно в любом случае Ну, докажи их ложность То есть вот именно с позиции христианского мифа Докажи ложность других мифов Чтобы других богов их не существует Существует только твой бог Пожалуйста, вперед То есть, получается, ты на позиции... Стоп, вопрос Зачем Ежи просит его это доказывать? Если, по сути Здесь спор ведется Ну, он пытается Мальчик, мальчик, уважаемые водочки мне принеси, да? Пытается апеллировать с точки зрения Просто абстрактного атеизма, по сути Да, он постоянно съезжает на христианство, понятное дело Но тут противостояние Атеизм-атеизм И тут не важно, какой теизм Хоть там, не знаю, языческий теизм Хоть агностический теизм, да? Хоть какой-нибудь там Пантеистический теизм Ну, просто В принципе, без разницы Сейчас ведется спор между теистом и атеистом, по сути Да, вот у него в голове, по крайней мере, в голове Вот чувака из ТикТока И там на место теиста можно поставить почти любого человека И почти любой человек, почти любым религиозным мировоззрением Включая языческое, может использовать эти аргументы, получается В позиции такого же атеизма становишься Потому что атеисты, они так же, как и ты, не верят во всех остальных богов Просто они... Блядь, Ежи, он сейчас троллит, нахуй, я не понимаю Это же какая-то аргументация опять в духе Толкин за, блядь, еще какой-то хуйни Это же реально подзалупный, блядь, творожок На лицо маленькому карлику сейчас же происходит, не? Вот как раз по вопросу методички Как раз по вопросу методички У Ежи раньше были аргументы как-то повеселее, на мой взгляд А сейчас он просто взял и спиздил аргументы Из шиза методички, ебаных, блядь, дакензианцев И прочей сектантской хуйни современной Еще и в твоего не верят Смой, я не верю в бога, я верю в науку Я тоже верю в науку Ты, например, в Зевса не веришь Получается, ты являешься атеистом в отношении Зевса Существует ли бы это без своей точки зрения В христианстве нет ничего антинаучства и наука никак не разобачает Христианство и наука это вообще проразно Это параллельная и описательная система Почему там должно что-то противоречить или не противоречить друг другу Это примерно как задаться вопросом Как яблоко противоречит изящным искусством Лол, кринж Лол, кринж Этого цвета противоречит геометрии Что там должно противоречить или не противоречить друг другу Пусть я же докажет, что его коммунисты черенком от лопаты не отмели А то с его рессентиментом по отношению к ним, как будто бы да Пусть я же докажет, что его коммунисты черенком от лопаты не отмели Не, вы неправильно Смотрите тут нам нужно позитивное суждение создать то есть суждение в котором нет ни одного отрицания и тогда у ежи будет бремя доказательства а я наоборот если бы вы ежи утверждал что его от имели лопатой коммунисты вот тогда бы ему пришло тогда бы у него было время доказательства на нем понимаете надо как-то хитро переформулировать я же реально пришлось это доказывать что время доказательства это же очень важная штука понимаете вот его нужно перекинуть обязательно на того кто ждает вот если бы на обложке библии было написано учебник по естествознанию тогда да можно было бы искать какие-то противоречия но библия это блять не учебник по естествознанию лол в библии есть определенная картина мира а которая противоречит научной библия постулирует наличие некоторые охуенные огромные божественной силы которые противоречат науке но есть естественности научного познания как минимум на есть наука изучает мир так как будто бы этот мир натуралистичен то есть самодостаточен полностью а религия изучает мир таким образом как будто бы он не натуралистичен то есть не самодостаточен да то есть помимо мира есть еще какая-то сущность которая этим миром собственно управляет создает его генерирует позволяет ему сохраняться ну и по разу в разных учениях по-разному это может быть а у ежи нет анальной девственности очеренка коммунистов во вот вот правильно редкий гост все теперь я же должен доказать что у него есть анальная девственность очеренка коммунистов все вот смотрите действительно как будто бы практически любое утверждение любое утверждение можно ну как бы перевернуть любое отрицательное утверждение можно перевернуть в позитивное утверждение понимаете и ежи будет вынужден. Ежи никогда не был жертвой группового изнасилования леваков. Да, 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 все. А стоп, Ежи никогда не был жертвой. Ему тогда доказывают, что он был? Блин, вы придерживайтесь позиции, что Ежи никогда не был жертвой группового изнасилования леваков, и ему придется доказывать, что он был тогда. Но хотя... Да, да, да. У Трюртки ГОСТа прямо очень хорошо получилось. У Ежи нет анальной девственности, а Черенка коммунистов, то есть мы утверждаем. Вот. То есть, да, он круто, слова перета. Парматировал, и получилось то, что нужно как раз. Христианство. Потому что природа Бога не физическая, а метафизическая. Природа Бога неестественная, что описывает наука, а сверхъестественная, что описывает теология. Девятое. Ну да, ну какая конкретно теология? Теологии разные бывают. Разные. Ну, вообще, если что, физика-метафизика связаны. Ну, так или иначе, да, в разных системах. Вопросы об уровне их связи. Если мы касаемся таких учений, как деизм, связь между природой и, собственно, метафизикой, Богом, да, она минимальна. То есть, Бог создал, и потом, короче, убежал. Убежал, исчез, спрятался, и сидит где-то там вот в мире душ, и сидит, короче, спрятался, и вообще от всех скрывается, и ничего не делает. Соответственно, вот такой пугливый Бог. Бог-создатель испугался, соответственно. Да, но это деизм. Христианство не является деистической философской системой, если что. Там Бог много раз являлся на землю, много раз воздействовал, менял закон и что угодно делал. В принципе, ему было плевать. Чудеса творил, и многие христиане считают, что он продолжает творить чудеса, даже сейчас, если что, да. Не, ну Никит, да, но математика не наука, как говорится. Математика вообще сама по себе в чистом виде не присягает никакому из дискурсов, ни физическому там, ни метафизическому, ни натуралистическому. Использовать математику может вообще кто угодно, хоть инструменталист, хоть верующий натуралист, хоть верующий христианин, хоть мистик, хоть маг, хоть холдун, хоть астролог, хоть таролог, кто угодно может использовать математику на любом уровне ее освоения. Ну, как бы, ну, как бы вот. Математика, в чистом виде математика, она вне мировоззрения может находиться, опять же, да. Ну, и опять же, математику, будучи математиком, можно понимать тоже очень по-разному. Как голос Бога, как, я не знаю, просто, не знаю, манипуляции разного рода такими числовыми, прежде всего, и не только абстракциями, там, еще какие-нибудь определения можно ей надавать. Ну, тут по-разному бывает. На теологические системы описывают разных богов. Как проверить, какая из этих теологических описательных систем истинная, а какая нет? Как это проверить-то? Что там является критерием вообще проверки? То есть, я не знаю, в науке у них опыт есть хотя бы там, да? То есть, можно, конечно, ломать копья на тему того, что такое научный метод, существует он или нет, или там нам... Эксперимент нихуя не проверяет. Цель эксперимента — опровержение. Не проверка, а опровержение. Ни одна научная теория не может быть подтверждена посредством никакого опыта. Потому что формальный смысл непосредственно, формальный смысл эксперимента — это опровержение. Вы можете опровергнуть. То есть, вы делаете предположение, что вот если мир устроен таким вот образом, условно, то мы в этом опыте получим вот такой результат. А если он устроен не таким образом, то мы получим другой результат. Причем не таким — это вся совокупность всех возможных теорий других получается. Формальный смысл эксперимента — это опровержение. Всегда. Нам нужно придерживаться позиции эпистемологического анархизма, там какого-нибудь фейерабента и прочее. Но в науке там хотя бы опыты есть всякие, да. Наука нам дала компьютеры, которые работают, там, я не знаю, самолеты, которые летают и прочее. Лоу, блядь. Наука дала, да. Прям в руки. Прям буквально пришла и дала нам лично. Такая она молодец. Небес не спаслала. Мы такие сидим, такие молимся. Опыты производятся. Что-то наука такая... И такой опыт, компьютер, блядь, телефон, блядь, спускается с небес. Наука такая... И он такой... О, спасибо, наука! Спасибо, наука. Да, охуеть. Наука дала. А что такое наука? Как она дала? Что это такое? Она дает. я вот взяла и дала, понимаете? Чтобы это не значило. А в теологии что там является критерием как бы истинности? Как там опыт провести? Я не знаю, или еще что-то. Ну, один из, наверное, первых критериев истинности — это непротиворечивость, я думаю. Ну, опять же, это и с холастом было свойственно, и кому еще было свойственно. Я думаю, прежде всего непротиворечивость. Хуевый ли это критерий? Хуевый. Но практика еще более хуевый критерий истины. Ну ладно, может быть, не еще более? Настолько же хуевый критерий истины, как, собственно, непротиворечивость. Так что тут, знаете, честно говоря, что одно хуйня, что другое хуйня. Если нас как критерий истинности интересует и практика, или там эксперименты, или, например, просто непротиворечивость, вот все три подхода — пиздец, какая залупа, как бы, да? Ну, типа они очевидно не выдерживают критики. Опять же, мы можем создать какую-то практику, на основании ложной теории. Да? Было ли уже такое в истории? Да, дохуя раз. Вот теория Ньютона, она ложная, по сути. Ну, блядь, сколько практики на ней было сделано, по сути, да? Тысячи раз такое, в общем-то, ну, много раз такое уже происходило. Окей, непротиворечивость. Бывают ли ложные непротиворечивые теории? Да, блядь, конечно, ну, типа, да. Ну, я не знаю. Теория про то, что Ежи Сармат, ну, это в кавычках теория. Теория про то, что Ежи Сармат, на самом деле, никогда у него не было две жены, а он, на самом деле, просто маленький, карликовый, пассивный гей по спорту. Я осуждаю. Да, если честно, Ежи я очень сильно уважаю, но, на всякий случай, просто это пример теории, это просто вот, ну, ментальный эксперимент. Пассивный гей по спорту, который трахается с тиграми, на самом деле, блядь, Форт Боярди. Ну, по факту, допустим, да, вдруг так. Ну, окей, это ложная... И все, все, вы заметите, я заявляю, что это ложная теория, это ложная теория. Это вообще не теория, конечно, но, блядь, похуй. В общем, она ложна. Она ложна. Но мы ее смогли составить, она вроде бы непротиворечива. Ну, то есть, есть какой-то карлик Форт Боярди. Карлик Форт Боярди, которого ебут тигры. Возможно ли это? Возможно. Есть ли внутренние противоречия в этом? Нету. Но это неправда. Да, это неправда, блядь. И даже по спорту так не делает, наверное. И я же тоже так не делает, наверное. Могу тоже предположить, соответственно. Непротиворечивый хуёвый критерий истины. Практика хуёвый критерий истины. Эксперимент хуёвый критерий истины просто потому, что у него другой формальный смысл. Опять же, основной формальный смысл эксперимента — это опровержение теории. При том, что, ну, давайте так, нормально фальсифицируются только научные теории по одной лишь простой причине, что в основном только их-то и пытаются довести до того состояния, чтобы их можно было опровергнуть. Основная проблема фальсифицируемости, на мой взгляд, заключается в том, что небольшая смена в теории некоторых каких-то сегментов и элементов делает из той теории, которая была и которая была опровергнута, другую теорию, которую снова надо опровергать. И, короче, мы можем на это, на это поле фальсификации положить бесконечное количество теорий. Да никакого. Ну, я не знаю ни одного нормального критерия истинности, если что, Шенро. Ну, бывают, иногда их пытаются скомбинировать, использовать вместе, там, и так далее, и так далее, и так далее. Но они все вместе по отдельности хуйня, но вместе они тоже, знаете, как Power Rangers, блядь. От того, что они соединились в блядского тупого робота, они от этого лучше не стали. Вот. Мамой клянусь, да. Ну, как-то так. Ну, не, просто у каждого отдельного критерия истины свои очень серьезные слабости. Прям очень серьезные слабости. Ну, все вместе, окей, допустим, слабости их поменьше, но все равно доказательства не становятся от этого исчерпывающим, так скажем. Ну, и когда речь касается фальсифицируемости, опять же, да, речь идет, во-первых, про научные теории, потому что только они пытаются создать такие теории, которые будут фальсифицируемыми. Ну, нахуй они это делают, не до конца понятно, потому что, опять же, можно предложить бесконечное количество фальсифицируемых теорий просто. Все, как бы. А какая разница? Они фальсифицируемые. Не фальсифицируемые, если и тут бесконечность не фальсифицируемых теорий, а тут бесконечность, блядь, фальсифицируемых. Чуть-чуть что-то опроверглась, можем немножко заменить тот элемент, который не сработал в теории, и все, дальше идем работать. В принципе, что-то, что-то, что это хуйня, что-то хуйня, что это тяжело, что-то тяжело, соответственно, делать, да? Какого-то итогового ответа здесь нету. Ну, ладно. Зато ученые-сайентисты что-то гордятся своей фальсифицируемостью. Круто, что фальсифицируется. Ну, окей, сидите, блядь, фальсифицируйте. Фальсифицируйте до бесконечности, как хотите. Ваши проблемы буквально, я не знаю. Невозможно предположить хотя бы одну фальсифицируемую теорию, абсолютно все теории не фальсифицируют. Не, давай так, Дое. Ну, ученые, по крайней мере, думают, что они могут представить себе фальсифицируемые теории, и они их фактически пытаются фальсифицировать. То есть, то, что я написал, окей, это тоже можно рассмотреть как нечто разумное, на самом деле, да, и описывать механизм науки через то, что на самом деле там нефальсифицируемые теории выдаются за фальсифицируемые. Это тоже возможный подход, на самом деле, но мы сейчас играем по правилам науки, условно. Допустим, то, что в науке сейчас существует, оно, ну, нормально, функционирует хоть как-то. Давайте представим, что можно фальсифицировать теории. Окей, от того, что мы это представили, лучше нам не стало. от этого. Или надо просто помолиться, и Бог тебе ответит, как бы? В каком-то смысле, просто помолиться, и Бог тебе ответит, как бы, ну, не особо сильно отличается от фальсификации. Ну, так у нас бы, в общем-то, если бы Бог всем отвечал одно и то же, у нас бы не было больше одной религии, скажем так. Но религий что-то много почему-то. С другой стороны, у нас и наук много разных, но, опять-таки, это некорректно сравнивать. Человеке свобода воли, он может придумать разных богов, это никак не опроверг. Насчет свободы воли, опять-таки, это не то, чтобы универсальное понятие какое-то, которое для всех религий характерно, это именно вещь такая культурная, исторически обусловленная, потому что даже существует направление христианства, где никакой свободы и воли нет, например, кальвинизм. Поэтому по поводу апелляции к свободе воли, ну, это просто апелляция к каким-то очень локальным, культурным представлениям. Короче, локальные мемы пошли опять. Может быть, один истинный бог? Десятый, а не существует никаких аргументов? Ну, допустим, существует локальный истинный бог, но как убедиться в истинности этого утверждения? Это польза существования бога. А как убедиться в истинности утверждения, что его не существует? Проще говоря, переворачиваем это высказывание. Как убедиться в том, что мир полностью натуралистичен? Вот там позитивное высказывание, которое вы должны доказать. Можно, ну, то есть те же мусульмане, они с тобой согласятся, они скажут, что, ну да, существует один истинный бог, это Аллах. А Иисус это пророк всего лишь, которого вы по ошибке начали обожестлять. Ну, и как бы, и как, как, собственно, ты будешь опровергнуть эту позицию? Ложь. И сможешь ли ты ее опровергнуть настолько убедительно, что все мусульмане на планете, они все христианами станут? Он исчерпывающий аргумент о пользе существования бога. Или наоборот? Творца, Демиурга, Создателя, как угодно его называть. Бля, ну это все хрёвые аргументы, которые были еще во времена Канта разобраны предметно. То есть, ну, блядь. Молодой человек, опять-таки, он не очень понимает, как аргумент, в принципе, должен выглядеть, чтобы к нему не стыдно было апеллировать. Главное, что я же понимаю. И апеллирует к аргументам буквально из книжек Докинза. Ха-ха-ха-ха-ха! Красавчик. ...проверить. Одиннадцатая, все сверхъестественное, антинаучное. Нет, сверхъестественное не может быть. Зависит от определения. Согласен, что зависит от определения. Но все сверхъестественное, наверное, ненаучно. Говорить, что это антинаучно, наверное, предельно странно. Это просто ненаучно. При этом это не значит, что это не истинно. Если что. Что значит сверхъестественное? Можно сказать, что квантовая механика, она сверхъестественная. Антинаучное по определению. Потому что сверхъестественное выходит за рамки естественного, что описывается научным методом. Никто не говорит, что сверхъестественное это нормально и обычно. Просто сверхъестественное выходит за рамки законов нашей природы На то оно и сверхъестественное Ну да, тем более сверхъестественное любая хуйня Может быть, там, не знаю, шаровые молнии сверхъестественные Или там полет шмеля с точки зрения Существовавшей в прошлом веке аэромеханики Он сверхъестественен Но это не значит, что шмелей не существует Ну шмелей мы хотя бы видим И можно и потрогать, там, не знаю, провести над шмелем опыты какие-то А вот в случае с теологической доктриной Вот как ее рассматривать Можно ее, конечно, культурологически исследовать Можно ее религиовечески исследовать Полёт шмеля сверхъестественный, сука. Сейчас, я иду, меня просто только дошло нахуй. Полёт шмеля сверхъестественный. Да, действительно. Чисто на насилие божье и летает, блядь, шмель. Как это он летает? Ну, явно бог есть. Шмель летает, это не соответствует никаким законам аэродинамики. Ну, нахуй. Шмель, это явно бог его держит. Просто невидимый ангел несёт шмеля куда-то. Погрузится внутрь. А шмель просто по приколу так, хотя он на этих крылышках взлететь не может. Блядь, он просто крутит, а его ангел просто несёт, на самом деле. Вот. Этого мифа теологического и встать на место манекена, который... Естественный, сука, шмель. Сколько шмелей может поместиться на кончике иглы, друзья? Скажите мне, пожалуйста. Его сажают в салон автомобиля во время краш-теста. Но, по сути-то, что нам это даёт? Верхъестественное, метафизическое. Двенадцатая, ну как же религиозные войны, как же инквизиция? Да, Иисус Христос порицает всё это. Ну опять-таки, это опять-таки локальные, культурные моменты какие-то. Потому что в других религиях, допустим, такого не было. Либо там религиозные войны, они иначе выглядели. Поэтому почему мы должны... Кстати, в рамках некоторых религий это вполне может и поощряться. Почему нет? Апеллировать обязательно к каким-то воинам, блядь, религиозными крестового похода. А может быть, Богу всё это нравилось как бы. Может быть, Бог, он такой, что ему вот, заебись, инквизиция, крестовые походы. И вот Бог с неба, он такой смотрел на всё на это и такой, типа, заебись вообще, отлично. Люди лицемеры. Нельзя судить о чём-то по последователям. Нужно идти к первоисточнику. Иисус Христос никого не убивало, не обманул. Поэтому... Да, надо идти к первоисточнику, то есть к шумерской мифологии, которая лежит в основе этих мифологических сюжетов. Ну, я бы лучше пошёл в Ветхий Завет, где Бог обманывал... Ну, обманывал же, он, наверное, обманывал и убивал. И вообще был довольно жестоким. Чё только не делал. Как бы... А, Ветхозаветный Бог, который есть, по сути, Бог-отец, как я понимаю, да? Ну... Типа... Типа он жёсткий был. Как, пацаны, оцениваете уровень Ветхозаветного Бога по уровню жестокости? А потом оказалось, внезапно... Вот это поворот, что он и есть любовь. Это, кстати, самое интересное в Библии. Это как раз то, что в итоге оказывается, что он такой... Оп, а я и есть любовь, на самом деле. Интересная любовь была у нас. Это как бы профимерный потоп и так далее. Уверсиво Христа. Тринадцатая, но как же священники, которые... Поиск вечной жизни, кстати. Девять из десяти. Ездить на дорогих машинах, а обкрадывать людей. Я серьёзно должен говорить, почему ты никак не относишься к Богу? Четырнадцатая, почему молитва не помогает? Почему Бог не сделает так, как я... А почему бы священникам не быть богатыми, не ездить на дорогих машинах, если они представляют собой... Символизируют собой священство и Христа, пришедшего во славе своей... Я вообще не вижу никакой проблемы в том, чтобы священники ездили на дорогой машине. Ты более сбережён и сохранен, чем на дорогой машине. Опять же, если ты на какой-то обосранной, в сраной легковушке едешь и попадаешь в аварию, ну, с какой-нибудь иномаркой, иномарка тебя нахуй сожмёт, сотрёт, блядь, превратит твою эту, блядь, коробку металлическую просто в ничто. И у тебя умрёт охуенный, ну, как бы, кадр, которого ты готовил много-много лет. Ну, любой священник — это кадр, который много лет подготавливается, понятное дело. То есть выгодно, выгодно, да, чтобы, как бы, батюшка, особенно очень высоко квалифицированный, ездил действительно на нормальной машине. Как-то так. При том, что это чаще всего эти машины, даже им не принадлежат, чтобы вы понимали. Ну, просто это машины, которые церковь для себя покупает. Если батюшка внезапно, так скажем, ну, короче, как-то от христианства отойдёт, машина-то не у него останется, скорее всего, у него тачку заберут. Это собственность храма чаще всего. То, что предполагается... Это есть исключение. Особенно, когда речь касается более-менее уже зажиточных, богатых, там, не знаю, священников, такие и есть. В ходе второго пришествия. Почему бы им не быть дорого одетыми? И почему бы им... А чё, Лунтик, за что тебя пытаются под тюрьму поставить? И какого хуя ты вообще в школе всё ещё делаешь? Не ездить на дорогих автомобилях и не жить в роскоши, если они собой символизируют Христа, пришедшего во славе своей. То есть да, конечно, с одной стороны, они там всякие монашеские обеты на себя налагают. Ну, как бы, я не знаю, можно, наверное, в каких-то религиозных текстах найти объяснение. В конце концов, там же были всякие споры между нестяжателями, бессеребриками и мейнстримной церковью. И мейнстримная церковь одержала, значит, победу в этих дискуссиях. В том числе опираясь, кстати, на репрессивный аппарат государственности. Ну, опять-таки, это всё угодно Богу, иначе Бог, он что-то иное сделал бы с людьми, если бы ему это было неугодно. Или вы ставите под сомнение всесилие Бога? Я хочу, потому что молитва — это не волшебное заклинание, а не замахивание. Ну, основная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что всесильный, абсолютно добрый Бог, который хочет, чтобы мы все знали истину, это как будто бы что-то противоречивое. Потому что такое впечатление, что Бог не хочет чего-то одного. То есть, он либо не хочет, чтобы мы знали истину, либо он не всесильный, либо он не абсолютно добрый. Чуть-чуть непонятно с этим. Кроме того, Бог, он же уважает свободу слова людей, да, конкретно христианский Бог, не кальвинист, не в рамках кальвинистской теологии. Поэтому можно сказать, что, ну да, эти священники, они вот живут очень богато, грешат и так далее, но после смерти Бог с них спросит. Палочки. Бог — это личностная сущность, которая поступает в соответствии со своим планом, а не по вашей... Ну, аргументы в пользу этой позиции. То есть, ты постулируешь идею о том, что Бог — это личностная сущность, которая действует в соответствии со своими планами. Ну, с тобой здесь согласятся и мусульмане, и кришнаиты, и католики, и... Ой, а в чём проблема? Вопрос. Как то, что говорит Ежи, противоречит, разъёбывает и так далее, то, чему говорит этот чел? Потому что чел озвучивает аргументы против атеистов. Он не должен сейчас в данном случае озвучивать аргументы против других атеистов. Понимаете? Иначе видео, которое здесь производится, было бы в десятки раз больше. И это уже другие, это уже внутрирелигиозные споры. Нифига себе. Не, понятное дело, что аргументы, которые пацан озвучивает, они, безусловно, немощные. Они, конечно, они немощные, я ничего против ними, они неубедительны совершенно. И они довольно банальны, это ответ человека религиозного, при этом неподготовленного к дискуссии, в самом деле, в конечном итоге. Тут тоже это как бы очевидно, понятно. Очередной какой-то верующий решил показать, насколько он крут, насколько он сейчас вот заовнит своих оппонентов своими офигенными аргументами на уровне пятого класса. Это да, очевидно. Просто проблема заключается в том, что Ежи Сармат, будучи уважаемым специалистом в религиоведении, человеком, осведомленным в области религий, озвучивает хуйню на уровне Докинза, в данном случае, который тоже аргументы пятиклассника-атеиста можно назвать. Потому что, блядь, аргументы из паблика-атеист для малолетних. Как-то так. Проблема не в том, что кто-то из них прав, а кто-то из них не прав. Проблема в том, что оба озвучивают какую-то хуйню неубедительную, с видом того, что они кого-то где-то когда-то просто уничтожают, разъебывают, прям вот насилуют своими аргументами, но это так не выглядит. На самом деле, такого здесь нету. И я же вообще, как будто бы в контекст этого пацана не может и не хочет попасть, потому что, ну, блядь, разрушаю методичку атеиста. Там же нету, я разрушаю. Да, у него первая специальность религиовед. У него же там не написано, разрушаю методичку мусульманина, разрушаю методичку шиваита, разрушаю методичку вишнуита, разрушаю методичку атеистов. Да, он периодически апеллирует к христианству, ну, потому что ему важно прежде всего христианство защитить на фоне именно, соответственно, ну, противостояния с атеизмом. Это-то понятно. Это здесь не имеет особого какого-то аргументативного действия, потому что право они или нет. Ну, например, вот сейчас мы решим вопрос. Вот у нас пара, атеизм не атеизм. Короче, у нас есть такая штука, я знаю, Ежа про это, наверное, не слышал. Называется логика. Соответственно. Окей, у логики есть три закона, соответственно. Я полагаю, Ежа тоже об этом не слышал. Есть третий закон логики, соответственно. Я полагаю, Ежа об этом тоже не слышал, да, соответственно. А, кстати, ядовитый прыжник, он же был религиоведом, нет? А где он там говном мазал этих деревянные стуканы? Ладно. Так вот. На курсах мазал говном и стукан, его дает красавчик. Так вот. И вот есть закон исключения третьего, соответственно. Да, то есть мы формулируем проблемы таким вот образом, что либо это, либо не это. Да, то есть мы решаем, мы решаем проблему, мы решаем проблему вот по принципу. Не знаю. Ежа сармат либо обосрался, либо нет. Третьего не дано, да, соответственно. Либо мир состоит из атомов, либо он состоит не из атомов. То есть мы не ставим вопросы по принципу. Про говно из стуканов придумал рудой, но это же правда. Так вот. Мы не решаем вопросы по принципу. Мир состоит из атомов или мир состоит из, соответственно, не знаю, а... 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 Блядь, чего он там еще может состоять? А этих... Блядь. Гомеомерий, допустим. Да, то есть, в принципе, вот третий закон логики. Все, либо А, либо не А. Либо из атомов, либо вот не из атомов. И других вариантов быть не может, как бы, понимаете? Если мы просто ставим из атомов и гомеомерий, это не получится А и не А. Это получится либо А, либо Б. Ну, соответственно. Но это уже не третий закон будет. И мы, если поставим вопрос таким образом, но это будет работать ху-ё-во. Короче. Ху-ёво это будет работать. Поэтому мы решаем вопрос. Либо тыизм, либо атеизм. Все, как бы, решаем первый вопрос. Поступательно. Поступательно поставили себе вопрос. Решаем его сейчас вот в формате логики. В этом плане, кстати, пацан с видео, он логичнее, чем Ежи. А Ежи ему говорит, так нахуй. Нахуй ты вообще это так делаешь. Это нехорошо, это неправильно. Хотя все нормально. Хотя все нормально. Вот этот вот уход в какой-то этот абстрактный. Такой вот дискурс, где мы должны каждую отдельную религию опровергать, чтобы Ежи уверился, что христианство истинное, и он должен его принять, там, или что-то такое. Не, ну просто, опять же, на что обычно претендуют хорошие веры? Ну, понятно, что парень, он не изучил базу, не изучил, там, всяких, не знаю, там, Клайвов Льюисов, там, я не знаю, как там этого еще зовут, Плантинга, там, не изучил какие-то аналитические аргументы, не использует, некоторые из которых довольно нормальные. Там же пафос заключается в том, чтобы показать, что, в принципе, в принципе, атеизм является невозможной позицией, да, то есть ее невозможно занимать, да, то есть, ну, возможно, ее возможно занимать, но она является неправильной, ложной позицией, очевидно ложной. Все. Многие аргументы, они прямо вот на это и опираются. В борьбе с атеизмом достаточно просто доказать, что атеизм является ложной позицией. если мы окажется окажется что он ложный но мы уже не можем быть атеистами и дальше даму уже как верующий но я не верующий понятное дело ну вот эти если бы я был верующим и как верующий уже дальше между собой решаем а какая религия верно соответственно может быть к бог каждого из вас он существует в отдельности да то есть они уже потом разберут я же это не потом может быть никто из вас не ошибается с другой стороны но опять как где критерии правоты вот ты постулируешь какую-то хуй ну тогда вокруг меня скачет невидимые розовые единороги вот как убедиться в истинности этого утверждения ты приходи 15 а библия это просто книга сказок это говорят люди пиздец слушайте я же как будто бы скатился я честно говоря не ожидал от ежи такой тупой поверхностной докинзовская аргументация который никогда в жизни открывали библию ну да ну либо люди которые много такой литературы прочитали религиозные которые отдают себе отчет все в том что это все книги сказок просто их много они разные каждый раз эти сказки они исторические культурно обусловлены и художественная философская содержательность этих сказок она различна скажем так потому что с одной стороны там какие-нибудь мифологемы острова пасхи с другой стороны там каким сложные философские пассажи из книги экклезиаста или за прогаватгиты или из каких-нибудь интерпретаций хадисов там да что то такое многие книги библии это исторические документы на которых основаны множественные археологические открытия именно на библии любой религиозный текст может быть документом в этом плане но просто опять же одновременно с этим библия это источник который не не вызывает большого доверия так ты историков то есть трудно сказать что историки такие а вай нам точно нужно сейчас опираться на библию библии все по правде написано сейчас все будем что в библии проверять но иногда что-то соотносится иногда что-то не соотносится это нормально кстати или строится ну окей допустим но это никак не является аргументом в пользу истинности или ложности теологии которая базируется на этих текстах вся история израильского я же согласен никак и только чел об этом и не говорит а также библия дает нам очень важные исторические свидетельства позже того что происходило например в египте и на ближнем востоке 16 да только почему-то в египетских источниках от не отражено в частности про избиение младенцев и так далее то есть мы можем конечно библию рассматривать как исторический источник подходя не критически к тому что там написано но блять другой вопрос а насколько это бьется вообще коррелирует с другими источниками историческими к в том числе которые связаны с теми культурами про которые библия прямо или косвенно повествует насколько мы все это исторически и географически верно локализуем но на эту тему за зачитать светских библиистов в общем-то они верить теологам на слово что типа вот в библии так написано значит все как бы как бы комикс про человека-паука является доказательством блять а у ежи рак мозга или что там происходит можно пожалуйста узнать можно пожалуйста узнать это ну или он специально это юмор какой-то может может не выкупаю а лавровы никак так вот и по аргументации ежи сармата с более-менее нормальной интересной аргументации за атеизм скатилась до уровня паблика вконтакте атеист аж пиздец блять что они человек-паука это было бы странно чем буквально дословно воспроизводит эту хуйню может это отражение качества той аудитории которые платят за это говно ну блять аж совсем низкосортно все то есть ежи с канала не верю которые промо коронного монстра я уверен сейчас будет тут же это по порядку блять буквально металон буквально методичку отрабатывает тут как бы блять отрабатывает методичку вы чё пацаны ты серьезно веришь что иисус хотел поводить дело с воды вино ха ха ну какая же это сказка да серьезно серьезно потому что это описано в евангелии ну да это примерно как там не вы сомневаетесь тем что супермен летал по небу ну блять ну вот есть комиксы про супермена он там летает по небу поэтому как можно в этом сомневаться если вы допустите существование бога который создал всю эту вселенную не будет никакой проблемой ходить по воде или делать из воды вино это ну да но с другой стороны он может тогда не только ходить по воде и делать из нее вино но невидимым розовым единорогом черт побери очень роста и мы не называем это магией мы называем это божественным вмешательством 17 но как же многие пара а какая разница как вы это называете однако которые опровергают бога эти парадоксы не например можно привести пример такой парадокс про всякие камни которые бог не может создать и так далее там ничего не опровергает концепцию бога потому что на каждый из этих парадоксов при желании можно найти ответ в общем если ты не идет чего не стоит я многие из них разобрал себя на канале посмотрите мои видео 18 религия была кстати насчет парадоксов согласен и не сидит ничего не стоит но это и не является аргументом в пользу того что данная конкретная теологическая модель она верна то что там можно какие-то парадоксы разобрать на каком-то логическом уровне но можно и можно чуть дальше просто созданы и придуманы людьми окей но только как вы будете справляться с историческими свидетельствами воскрешения христа и зиму а можно как дэвиди как я их не видел как вы будете справляться с историческими блин да как пацаны как вы справитесь историческими данными о том что иисус воскресал а вы расскажите расскажите не христиане как с этим справляетесь привести хотя бы одно историческое свидетельство вообще до библия же это источник такой документ которым написано все дословно так как оно и было ну понятно воскрешение христа из какого-то нейтрального источника как бы который не являлся бы собственно самим теологическим текстом которому стоп может быть найдется такой источник нас на самом деле не то чтобы даже не то не то чтобы даже это было бы как бы тяжело найти возможно даже есть источники в котором говорится о том что какой-то христос где-то там воскрес я уверен если поискать какой-нибудь источник относительно независимый от христианства такое мог бы и написать типа о там какой-то мужик где-то воскрес кажется нормально эти интересная информация круто только это все равно ничего значить не будет мы апеллируем потому что в противном случае доказательством человека паука являются комиксы про человека паука и комиксы про человека паука мы должны рассматривать как историческое историческое ука ну давайте так комикс человека паука он заведомо написан анрификшн библия написано в жанре нон-фикшн изи чувствуете чувствуете разницу да приняли комиксы человека паука даже не претендует название истины и нету сторонников человека паукизма а представьте что через тысячу лет археолог найдет комиксы и не будет знать что это фикшн ну окей это уже его личные проблемы проблемы в его личном исследовании не думал что ежа настолько скатится ему может настолько лень работать что он просто решил совсем блять пойти накатанный ладно бывает свидетельство его существует тем что иудеи первого века строгие монотеисты начали массово боготворить человека ну просто раньше аргументы ежа они еще хоть как-то смотрелись не тривиально он многое у нитше права интересного и много чего интересного озвучивал это видео одно сплошное разочарование честно говоря я как будто бы блять невзорова смотрю при том что невзоров блять это насекомое но посреди с ежа с арматом по интеллекту невзоров это блять насекомое это просто как бы таракан которого надо давить прошу прощения так по крайней мере так казалось крайне мере там коза оказалось ну справедливости ради не все в общем то если бы все иудеи принялись боготворить человека и в общем то приняли христианство у нас бы сейчас иудаизм это в общем то не было так что в общем то даже если мы открываем страницы нового завета мы можем найти массу свидетельств того что у иудеев были серьезные проблемы с тем чтобы поверить в то что иисус как бы был миссии вот оппозиция современных иудеев по этому вопросу она отрицательна как бы с их точки зрения иисус он не не вообще его либо не существовало либо он существовал и был мошенником но он точно не миссия ну то есть мы осуждающих конечно причем как иудеев такой христиан но их позиции разнятся по этому вопросу мы осуждаем как иудеев так и христиан нихуя себе ежи экстремист до чувствуете почувствовали запах экстремизма мы осуждаем как иудеев так и христиан то есть если бы все было так как описывает молодой человек то фарисея они бы не противостояли иисусу и не значит натравливали на него римлян чтобы римляне его распяли в конечном итоге иисус из назарета девятнадцатая религия была создана что управлять людьми а как мной управляют конкретно скажите какими людьми как-то будет управляет ну так что ты принял вот эти теологические доктрины и догмы и заповеди как основу своего мировоззрения и этической системы которые ты стараешься придерживаться так тобой это и управляет все твоя система ценностей управляли отцы основатели христианской церкви 300 лет уж нет как абсурдно вы можете просто перекрутить на самое начало обзора во первых youtube это позволяет делать в отличие от многих других платформ да не не только на самом деле основная проблема ежа в этом видео заключается в том что он просто использует самые траты аргументы из книжек докинза это по моему полный зашквар причем это реально по кучу по кучу плохих прям аргументов и вне контекста долбит причем все они как один тривиальнейшие какой-то блять никита образцов они ежа сармат прошу прощения сами понимаете да они понимают и я же где же сармата где никита образцов по крайней мере раньше так думалось христиане на протяжении трех веков 300 лет или в гонениях мучениях нищете и бедности и что это должно нам как-то доказывать истинность их доктрин религиозных их убивали и сжигать но слушать язычники они потом христианской европе они тоже в общем-то не поощрялись после того как туда христианство пришло и существовало там на протяжении столетий но тем не менее язычники почему-то то есть казалось бы у них уже них не осталось их просто заклеймили короче не только христиан преследовали в общем-то активно галисник заживо стягивали кожу их церкви уничтожали какими ну да ну да ну а потом разные христианские ереси тоже их преследовали и уничтожали но тем не менее представители многих этих ересей они до сих пор существуют хотя с точки зрения они все в ад пойдут короче у них неправильная религия людьми управляли эти христиане какими ли не управлять христиане но в ряде случаев они собственными общинами управляли в ряде случаев ничем но в любом случае это не является никаким аргументом истинности их религиозных представлений 20 если бы бог существовал бы не заставлял людей мучиться в в аду что серьезно то есть отсутствие наказания это хорошо давайте тогда распустимся если бы бог существовал он не заставлял бы людей мучиться в аду что нахуй а если это реальный аргумент атеистов это конечно сука я надеюсь это шуточный аргумент или это откуда-то из какой-то комедии там не знаю высрано просто потому что кринж ну без бога никакого яда наверное нет хотя какая система конечно что мадом называем а что не на эти штуки руки где людям плохо можно назвать очень по-разному просто в христианской топике понятно что либо бог его создал этот ад либо просто в контексте той антологической структуры которые мы имеем там организуется так скажем от чек сам по себе страдает потому что он отдаляется от бога там ну вы понимаете ну тут от просто в любом случае от определяется относительно бога либо как место созданное им либо как отдаление от этого самого бога ну да ладно суды и даже круто то есть но наверное тут все-таки разные вещи имеются ввиду потому что в одном случае наказание на посмертное в другом случае она в рамках человеческого общества короче молодой человек совсем запутался и гитлер и сталин должны отправиться в то же место куда и самые хорошие люди на свете 2 но то есть в могилу ну так то в общем то и происходит но это происходит за рамками наших представлений о справедливости мы можем считать что это очень несправедливо но тем не менее очень часто в мире происходят вещи которые мы возможно не считаем справедливыми но тем и менее не происходит 21 человек верит бога только потому что водители окружения верят бога оси не обязательно молодой человек скорее всего бывший атеист или типа или кришна знает но про окружение аргумент как бы двояко острый то есть ты можешь позволить себе быть атеистом потому что у тебя в окружении есть это и скорее всего ну то есть это вряд ли абсолютно независимый внезапно возникшись ниоткуда атеист который ничего про атеизм не читал в интернете с друзьями атеизм не обсуждал там и все такое да вряд ли ты такой блять атеист который из нихуя высрался но просто просто раньше атеистов было меньше когда их реально запрещали жгли ебали мочили дрочили и так далее вот тогда их было меньше соответственно это не то чтобы очень быстро распространялась в некоторые времена как-то так при этом ну вот сейчас в принципе войти в сообщество атеистов довольно легко на это еще что-то такой серьезно я вырос в семье гностиков а также скажите гностиков он вы россии или а гностиков но то есть верующих получается если гностиков это 100 миллионов китайцев которые живут в китае атеистической стране где атеистической стране на с буддийским и бэкграундом и бэкграундом связанным с трени китайской мифологии то есть в основном у них в азии восточные люди принимают христианство то что они считают что христианство это части западного модернистского проекта короче этим связана популярность христианство в южной корее той же самой вот то есть скажем так общины восточно-азиатских христиан это наиболее вестернизированная часть восточно-азиатского общества вот но и в опять-таки блять какие китайцы атеисты алё чувак ты вообще в китае был хоть раз в своей жизни то есть у них перед каждым магазинчиком там есть за перед каждым зданием фирмы стоп а тут зависит от того как мы атеизм определим а атеизм это собственно вот безбожие бога нет до убеждения в том что не существует бога никакого были богов если у нас например богов не существует но есть например духи или будды или девы или асуры но это можно воспринимать как что-то атеистическое зависимости от контекста ну при том что есть атеистические учения индийские например по типу мемансы пурма мемансы который соблюдаются в основном только ритуалы никаких богов нету но при этом работает механизм кармы перерождение всего остального вроде бы какая-то метафизика есть но богов нету это тоже но это на это называется атеистическим атеистической религией в таком пурма меманса то есть тут как бы блять все неоднозначно буддизм отрицает бога творца да но опять же все зависит от того как мы как мы отчитываем атеизм просто кто-то вам скажет что атеист обязательно не должен верить вообще ни во что метафизическое правда непонятно почему да и вроде бы по классическому определению атеист это тот кто просто в бога не верит метафизически разные штуки он постулировать в среднем может но то есть ничего ему не запрещает да ну и да самое современное самое большое жесткое толстое направление атеизма то есть научный атеизм это буквально отрицание всего метафизического вот ну как бы немножко странно у них специальный алтарь стоит и они утром короче всем рабочим коллективом встают там и свечи специальные жгут ароматические фрукты туда кладут местным богам чтобы них торговля хорошо шла причем это касается и материкового китая блять и и макао и гонконга блять и хайнаня и везде вообще любой любого места где китайцы живут даже за пределами китая там какие-то если мы дети самые возьмем диаспоры чайна тауны там все это процветает какие какие они в пизотеисты то ли о чем ты говоришь это уже даже оставляя за скобками что по сути коммунизм это квати религиозная доктрина где просто бога заменили на материалистическое прочтение гейглерской диалектики и диалектику возвели в ранг новой религиозной метафизики такой себя ты изм и конечно на самом деле именно поэтому кстати марксисты и диаматчики они считают что вот обычные атеисты и материалисты они короче неправильно они вульгарные потому что их диалектики нету святой праведный то есть как бы все то же самое но но без их бога короче существует гонения на христиан или где существует но в китае там гонение на мусульман и на буддистов в общем-то там если тут ты в буддийском храме портрет далай-ламы 14 поставил которые буддистами тибетскими воспринимается как воплощение бадхисаттва волки тэшвары тяблить фюрму посадят а вот что там делают с мусульманами в игоре в игорском автономном округе в восточном туркестане я уж вообще молчу то есть они там воспринимают приверженности славу как разновидность психического заболевания которое лечить надо так что ну типа блять ах ты к истинности христианство в китае к христиан преследует блять христиан и в китае преследует носитель любых альтернативных взглядов там секту фалангун преследуют лидер секты фалангун был вынужден в сша убежать в какой-то момент там буддистов пресс преследует причем вполне себе мейнстримных там мусульман преследуют запрещает их читать коран ходить в мечети потому что коммунистическая религия как и любая другая религия она не терпит инакомы религия если поэтому ну когда она становится господствующей скажем так какой-то претен сил выстраивается тогда да тогда риторика совсем другая да так вот то есть пока между религиозными организациями выстраивается какой-то претят сил то риторика она направлена на то что там все ж мы люди братишка но не стука и как бы давайте жить в мире и дружбе и значит толерантности но как только какая-то из религиозных сил начинает по-настоящему доминировать в общем-то и становится государственной религией то тут же уже начинается щемление всех кто к этой государственной церкви не относится вот и в принципе здесь коммунистическая партия она не представляет собой исключение это такая же мейнстримная религиозная организация как любая другая потому что какие-нибудь средневековые католики они бы тоже не очень были в восторге от того что у них там не знаю прямо в сердце папской области начинает магометанство например распространяться или буддизм или там какая-нибудь ересь каких-нибудь катаров и альбигойцев и прочее вот они бы на это же попытались это как-то пресечь но точно также коммунистическая партия она пресекает альтернативная как были точки зрения и на забью жены блять всех всех это короче по мере сил и причем это касается не только христиан щемят и буддистов и мусульман кого угодно поэтому чё-то чё-то очень странный сейчас какой-то аргумент маратских мусульманский стран где за обращение в христианство тебе следует казнь и ну да но опять-таки там в принципе у них не только к христианам так разникали отношения но и к любым разновидностям политеизма то есть если ты решишь из ислама перейти в язычество тебе то же самое как бы сделают или например в буддизм ты решишь обратиться или например ты решишь принять какое-нибудь направление ислама которым очень не нравится например ты решишь стать каранитом или шиитом например в радикально с уницкой стране тебе как бы сделают примерно такой же секир башка в общем-то поэтому ну они всех щемят как бы да где очень многие причем они кстати особо не делают то есть если мы конкретно ваххабитов слышала фитов в берем они особо не делают разницу между христианством и язычеством потому что с точки зрения как я сегодня уже сказал как я сегодня уже сказал была бы воля у радикальных саентистов они бы всех нас бы уже давно пересажали бы а кого-то может даже и убили бы он просто чтобы вот этих прокобеса всяких не разбираться там аргументация не аргументация но это же не удро просто наше общество не позволяет такие вещи делать есть да на нашей планете все еще существует общество масс по крайней мере маленькие некоторые сообщества которые позволяют совершать какие-то массовые серьезные убийства да большие со среднем обычно и с их точки зрения христианство это такая же языческая концепция как и любая другая когда у тебя бог троица ну типа чё с их точки зрения да с точки зрения их примитивного сознания это что такое типа внутри бога как бы вместо одного то есть у нас как бы ту хит у нас бог один у них бога 3 плюс еще иконы какие-то святые ну что непорядок то есть они христианство рассматривают так же как ты язычество рассматриваешь в общем и люди выросли в мусульманской поэтому они с христианами поступают так же как на заре христианской европы поступали с язычниками уже когда христианство она утвердилась и стала господствующей религии типа ты не хочешь быть христианином ты хочешь быть язычником но чё с тобой сделать ну не знаю давайте она костре сожгем там я не знаю еще что и семьях но позже обратились к христу 22 я не хочу думать о том что вы после смерти я просто хочу жить здесь и сейчас нет ни на многие обратились к христу но для многих также это не являлось конечным пунктом их религиозных поисков в общем то это мы должны быть взрослыми сознательными людьми а не быть инфантильными вы должны осознать и понимать что все ваши действия имеют последствия все ваши всякие миссионеры в африке и латинской америки и азии они отмечали такой момент что местные племена они с восторгом воспринимают миссионеров и готовы принять их религию за какие-то там подарки короче ништяки и строительство социальные сферы какой-то в их в их племени но как только к ним приезжает другой миссионер другой конфессии значит с еще лучшими подарками тут же все моментально переконвертируется уже в его религию его отлично отлично еще больше подарков все супер если влекут последствия вы должны взять ответственность на себя за них и понимать что от вашего решения или как этот самый японский христианин из фильма молчание про португальских миссионеров в японии их который постоянно всех предавал отрекался от христа а потом через пять минут снова христианство принимал и говорил господи спази прости меня пожалуйста прости вообще по незнамке был неправ ему отпускали все грехи прощали его и вот струба пришел и всех предавал сразу же а потом снова падал на колени как я был неправ как я как я раскаиваюсь блять его снова прощали он снова шел и снова блять всех предавал и как местный священник аху от этого когда я так мне за донатить donation alert ссылка в описании донат и donation alert р а по сайте год а там короче вы хотите за еще не к взяли связали короче ведут на казнь а этот японец сидит и пересчитывает короче монетки дали блять ну ты сука как в анекдоте про значит партизанский отряд сексменами что это ваня ты шо обидов сошел и да то же самое здесь а причем этот японец он и потом еще сбегал за этим священником такой тип отче простите меня пожалуйста простите я не хотел и такого очень много такого очень много то есть люди грешат кается к решат кается понимаете и не поверить в христа или мне кажется они не очень серьезно воспринимают вот эту всю религиозную веру и то что если бы они понимали что на кону их стоит бессмертная душа и в общем-то им за это за все за все эти косяки вечность в аду гореть мне кажется они как-то серьезнее бы относились к своей духовной жизни нет зависит то есть само их наплевательское отношение к исполнению вот этих всех обрядов таинств заповедей она свидетельствует о том что они хоть они и говорят что они в бога верят но мне кажется ни во что не верят на ваше время препровождение в аду или в раю вы не знаете когда умрете 20 не знаю там какое четвертое религия до человек внезапно смертен собственно как говорил воланд противоречит здравом из мастера маргариты у смысл но первых что это за здравый смысл такой а во вторых не верьте в религию верьте в иисус христа вверх да замечательно отличная альтернатива религии просто поверить это как шрила прапхупада говорил до цитируя эти кришнаитские тексты когда кришна говорит арджуния отставь все религии просто предайся мне да отлично отличная альтернатива религии просто просто напрямую поклоняться какому-то богу версию в бога живого бога 25 люди которые верят бога обычно глубе и атеистов до в живого бога то есть в шиву нет не существует никакой корреляции между верой в бога и айкью на самом деле существует но не будем об этом же великобритании атеисты и христиане имеют практически равный спектр айкью но выделяется самым высоким а до чего мы только христиан сравниваем с атеистами и только в английском обществе давайте может быть какие-то более большие выборки статистические возьмем например возьмем значит не только британию как бы да юг сатине атеисты англиканцы стоп вопрос а почему бы нам не ориентироваться на выборку внутри развитого общества когда если мы возьмем просто все общества многие из них окажутся неразвитыми а в некоторых обществах которые неразвитые вообще нету нерелигиозных людей ну как бы а что сравнение будет не очень честно наверное я не знаю люди без образования буквально там могут сидеть не знаю еле-еле читать не умеет нихуя это христианская динаминация в англии есть такой да ну она же еретическая лё она же и там же есть двадцать шестое и наверно последняя вера противоречит знания нет не противоречит потому что вы свою жизнь основу этим на ниже геев венчают эти англикане они же кошмар у них сатанизм или они на знаниях и это вера основана на рациональных доводах вы говорите что знаете что ваши таблетки которые вы берете в аптеке не отравлены но уже не проверяйте их специально химическим оборудованием поэтому вы просто верите в то что эти таблетки не отравлены на основании рациональных доводов ну да ну как таблетках нет ничего потустороннего не 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 в утверждение о том что эти таблетки вылечат они утверждение о том что эти таблетки тебя отравят потому что они отравлены ни в том ни в другом нету апелляции к религиозной метафизики чего-то и постороннего или идея о том что вне границ этой реальности только ежи не надо говорить что экстраординарное утверждение требует экстраординарных блять доказательств блять это еще это скажешь я просто я я даже блять не знаю я подписан на канал ежи с армата нет ну на карликовые нарезки конечно не подписан бля придется отписываться от ежи с армата если сейчас буквально будет экстраординарное заявление требует экстраординарное доказательство меня за триггерит получается мне придется от него отписаться месте есть какая-то религиозная метафизическая подложка в общем дело поэтому случае с таблетками аптекой тут все как-то немножко проще конечно верите то что ваши друзья лисы не по комнате не будут обкрадывать любил пронесло блять было близко мы были близки к смерти друзья ну да но опять-таки как в утверждение о том что они будут обкрадывать так и в утверждении что они не будут обкрадывать нету апелляции к религиозной метафизики выдуманным волшебным существам и невидимым розовым единорогом потому что и первое и второе оно вполне возможно и то что соседи будут вас обкрадывать и то что они не будут вас обкрадывать кроме кроме того и то и другое она в принципе чисто гипотетически проверяема да то есть в принципе вы можете это не проверять каждую единицу на мой взгляд проверка любого медицинского утверждения для человека не имеющего медицинского образования настолько же сложна и как бы не тривиально как и доказательство бытия бога у нас дальше видео дарья штрошера и поднебесный 8 минут потом видео хитроумие отвага что значит быть дон кихотом времени точно также как и в примере с лекарствами купленными в аптеке но чисто гипотетически это можно проверить да то есть можно взять таблетку на химический анализ и проверить содержит она яд или нет то же самое с друзьями как бы эмпирически станет понятно они тебя убьют или не убьют вы верите в то что вы по окончании школы или университета получите диплом вы не можете это знать вы верите в то что каждый раз когда вы стоите нет это понятно что человек он всегда во что-то верит и человеку всегда нужно во что-то верить в принципе на этом то разные религиозные картины мира разные формы религиозности они спекулируют другой вопрос что некоторые фу разновидности веры они апеллируют каким-то сложным теологическим концепциям подразумевающим наличие там какой-то альтернативной реальности каких-то выдуманных существ там фантастических а какие-то другие разновидности веры они не требуют такого то есть вот например идешь ты в магазин покупать хлеб ты не знаешь есть там хлеб этот или нет или там есть там этот магазин или нет но тебе не обязательно верить в то что придет невидимый розовый единорог и этот хлеб волшебным образом в этот магазин положит или наоборот это будет гигантский невидимый розовый единорог который своим копытом случайно или по намерению он возьмет и раздавит этот магазин и поэтому когда ты придешь этого магазина не обнаружишь то этот будет свидетельствовать о том что его невидимый розовый единорог уничтожил. В общем-то, когда ты идешь за хлебом в магазин, ты и так это не рационализируешь, и тебе не обязательно в это верить. И от того, веришь ты в это или не веришь, не будет зависеть твое представление. Ну, да, она банальная, зашкварная, вот именно. Все эти аналогии с единорогами — это кринж. Ну, и когда речь касается даже того же магазина, ну... Я просто нихуя не понимаю, как куда-то доставляются какие-то предметы. Ну, нет, я слышал про логистику, я слышал про огромное количество вещей, но... Я ни в чем этом вообще нихуя не понимаю. ...и о том, после смерти будешь ты наслаждаться в раю с гуриями, или ты в воду будешь вечность гореть. Вот в чем дело. Поэтому, как говорится, не все йогурты одинаково полезны, и не все разновидности веры, они одинаково полезны или бесполезны. Кому-то спиной вас никто не убьет. Вы в это верите, вы не можете этого знать. Нет, друзья мои, вы не основывайте свою жизнь на знании, вы основывайте свою жизнь на вере. Ну да, но опять-таки, есть вера, которая подразумевает какую-то религиозную метафизическую подложку, а есть вера, где все проще намного. Проще, понятнее и проверяемее их главное. Если вы дарвинисты, вы просто верите авторитету Дарвина и после... Ну, дарвинисты, они, наверное, в XIX веке закончились, потому что современная синтетическая теория эволюции, она помимо Дарвина включает в себя концепцию биогенеза, генетику и всякие другие волшебные штуки. Нет, то, что люди в своих повседневных практиках не проверяют какие-то факты самостоятельно, перманентно, это не значит, что эти факты в принципе нельзя как-то проверить при желании. Вот в чем дело. Из атеистической методички. Как только у них эта методичка... Так, а где эта методичка атеистическая? Где ее почитать? Там, я не знаю, в паблике атеист, может быть, ее публикуют. Методичка заканчивается, они... То есть, наверное, есть какой-то центр, который печатает эти атеистические методички, чтобы атеизм распространить по всей планете. То есть, если этот центр существует, то где он находится, как бы... Обычно ничего не могут сказать. Поэтому пользуйтесь, дорогие друзья. Короче, заговор атеистов. И верьте во Христа. С ним путь, истина и жизнь. Аминь. Ну, окей, да. Но опять-таки, после этого постулата в принципе должна была бы быть система доказательства, да, система аргументов. Что вот ты высказал идею о том, что верьте во Христа, с ним путь, истина и жизнь. Окей, давайте проверим это утверждение, его истинность. Как нам его верифицировать, что здесь... Ой, блядь, верифицировать, да. А как нам верифицировать теорию эволюции, например? Никак. Я только фальсифицировать можно бесконечно. Пока она не фальсифицируется. Пока она не опровергнется. Только так. Действительно, надо верить во Христа и действительно с ним истина, путь, жизнь там и прочее. То есть вот как раз это-то и требует проверки какой-то, понимаете? Каких-то критериев, по крайней мере. Определение критериев, через которые можно было верифицировать истинность или ложность этого утверждения. Потому что иначе это просто пук в лужу. Ну, либо... Пук в лужу, блядь. Пука. Пук в лужу, друзья. Дефолтная религиозная манифестация. Пук в лужу, блядь. Понятно. Продолжение следует...